Солнце на лето, зима на морозе, как надумаешь. Так что вот такие вот жаровый день будем с нами. Завершил этот год, а не курс. Курс протяга у нас. Ну, пеш на пеш питания, какие у вас есть. Я так разумел. Когда я читаю здесь, в этой Библии, Бог, а там где пишутся Элаги, а где Эль Шадуи. Но я не могу здесь разуметь, в каком месте, какое имя. Там Шадай перекладывают часто как наивысший, памятайте, мы казали. Когда у вас написано Бога наивысший, а про Бога наивысший, то это будет Эль Шадай. И оба, так. Еще одно питание. Мы сказали, что Эль Шадай про гору. А я пирамида обозначается. Не, не, не. Оно абсолютно не связано. Не связано? Нет, абсолютно. Не связано. Вы же скажите, что Эль Шадай, и Тьмяна, и Кавалогия. Мы только вариантов привели. Что, ну, может и так, может и так, может и так. А чему мы доклады не видим? Потому что неотестованное слово. И оно может быть привязанное до грозных коренев. Мы побачим. Это будет стандартная ситуация, которая была слабо отставанная словами. Еще одно питание? Нема. Мы обдомовлялись, что вы подрахтуетесь на сегодня. Ну, так. Подрахтовались, и так? И вы просили? Сразу. Читаем. Ну, не просто прочитаем. Я учил. Думаю. Мы же не просто прочитаем. Вы просили, как бы вы спробовали раскласти структурально. Задумывались. Ну, кто? Ну, давайте плен вашей прации. Поглядим. Кто готовый. Давайте. С чего складается весь текст? Вся книга его. Ну, вы нам сказали, что 42 главы отремовываются, что одна история – это то, что первые две и опушния 42, да? Ну, так. Вот. Вот. А тут по центру иди иншая история, и навод сказали, что навод не одна. Ну, и, конечно, читали. И задумывались. И задумывались. Как еще историю по центру поделить. Ну, да, безумовно. Вы сказали, что так. Первые две главы и опушния – это как отремовывается. Как вы сказали, да? Да. Ну, мы сказали, что это историю и по эллу. Так. Так. Вот. Значит, скончается другая глава тем, что пришли до его сябры, Элифас, Балдат и Зафар, и потом с третьей по 41-ю. Они проявляют, и он им отказ проявляет. Вот. Правда, потом еще незаявленный персонаж появляется, который всех послухавший. Вот. Стало так само Эли допомогать комусь и перечить. Вот. Ну, на самом речи, вот. История внутри истории. Потом оповедая нам, что ее, на самом речи, Зусей и не был праведником. Вот. Потом он оказывается грешником. А те его так ушевать… А те наказывается грешником? Ну, тут… Ну, просто там сябры ему кажут, что… Нет. Бог справедливый. А вот здесь… Сябры не верыць… Не верыць в праведности. Конечно. Бог справедливый. Бог справедливый. А вот с ней, что ты хочешь таки с тобой. Не так нужно так. Коли ты покупаешь, значится ты грешник. Да. Олег это не знает… Олег это сказать, что ее оказывается не праведником, а грешником, по воле наратыву этого немало. Это на меркование явонных визави, где кем им говорить. Это просто не может быть иначе. Не тому, что я наведаю, что стифра я во, а тому, что я наведаю, бача всякий вукепска. И это значит, звертого выникает, что это была причина. Некая моральная. Ну, глядите. Давайте все это раскладим, да? Значит, все это у нас, вся история, это, по сути, основные частки, мы его можем назвать проломом и эпиломом. Так? Это подарочное. Значит, сначала это можно и не пишем. Что в этом проломе? Значит, ответы у нас два раздела. Олег, он не однородный. Он не однородный пролом. Потому что нам нужно разобраться, когда все разлиться, все станет, и, конечно, нам нужно разумело, как нам дали працвать с текстом. С чего складается этот колох? Вот эти первые две частки. Яны распадаются, как минимум, на две частки. Так? Это два великие эпизода. Или другий эпизод умеет свои эпизоды. Если вы видите, там, можно сказать, подшимка. Ну, скажем, по предмете места деяния, да? Хотя, ну, что отбывается? Ну, по дейминам, по дейминам, что самое? По початку, это зябный свет, да? С человеческим светом. И табы, воский свет. легоцкий свет так сама моя свои эпизоды у вас кем спеть подшатку что 20 калли калли то так тяжко идти давайте подчеркивать что отбывается яки есть сам обожный Побожны и заможны, добрым, вельми заможны, не просто заможны, а вельми заможны, ну али уже хай рифмуется. И у Явго сына и дочки, у него много детей, просто напишем дети. Значит, первая частка рассказывает нам про того, с кем мы будем делать справа, кто он, який он, який он добрый, и поглядите так само, как то, что вы верю добро зауважили, что спочатку говорится про его новую поможность, а потом говорится про его новую заможность, как причины наступства. Так? Значит, я бы одразу вот читавшу закладается в этой вот на узровне подсвятомости, вот коли он таки побожны, то у него все доброе. И он добрый человек, и у него все доброе. И он праведный человек, и зиму, и зиму, и Бог выходит на лепшим человеком. Вот тут с пункта вреджения морали все позристо. Будешь добрым, у тебя будет все доброе. Далее справа разгортываются по иншим. Тут можно попробовать на хвилинку с паницем. Мы казали минулый раз, что это вельмирозные по часе написания истории, по часе утворения истории. Поэма и вот это вот само повед проема. Повед проема видовочно сторожит, мы про это казали. И нам, наверное, тяжко высветлить, до какого часу он належит. И он узыходит до месопотамской традиции. У нас есть заповедные, подобные и сумерские, и аккадские тексты с подобной моралью, с подобным сюжетом. Значит, этот сюжет был ведомым нам близким взрослым. Не обовязково библийный Йоу, конкретно гэтый персонаж, взятый на упрост из месопотамских прототипов. Але Йоу зиме звязаны генетичны. Это и по один классам история. Цікаво, что Йоу так само Йоусь в Коране. Он четыре разы прикладно сгадывается. Але завсюду мимоходь, один раз просто, как один из пророков перелечается. И пару раз он гадывается, что там абсолютно мимоходь циклонная история. Это то, что я настолько мимоходь сгадывается, говорить про то, что, ну таки, меннося на увазе, что читач ведая. Это реципиент Корана по тексту, ведая этого персонажа. То есть мы его просто спасали. Помните, минулый раз мы глядели так само уже в новом заповете, сгадки на Йоу. Там есть у нас реальный текст. Староза. Это арабский Йоу на вопрос библейный персонаж. Это, снова таки, некий агульно-севитский персонаж. Мы не знаем. Но мы знаем, что эта история была гадомая, история популярная. И тому, сразумело, что эта поэма эту историю до седей берет. Вот, когда там уже сапробуют эти богословские раскладки, когда это глубокое асенсование причин агумовиць боской справедливости, причин человеческих покутов и природы боской справедливости, и оно долучает до седей этот гадомый старожитный оповед про праведника Йоуа. И вот как раз то, что мы видим на самом початку, вот в этом кавалку, это, правда, некая агульно-близкоусходняя история. Это таки некий агульный персонаж, и яки абсолютно будут изменены, абсолютно будут трансформованы потом, позднейшую историю. И далее раптом у нас меняется сюжет. Так? Вот это сюжет, вот это сюжет, это уже библийный сюжет. То есть вот эта участка, она такая агульно-близкоусходняя. Расказывается про то, яки ее придут. Гэта, вот уже что приводит до того, что ее тратить свою заможность, хоть и не тратить свою побожность. Значит, поглядите, поглядите сразу по тексе. Давайте мы ее верши поставим. И тут вот это вот все верши 1 и 5. Ну, мы от шестого начинаем уже. Вот. Что отбывается? Значит, започатку. У меня еще пытание по тексту. Пятый пункт. Угу. Свято. Свято. Но они говорили... Кожный день... Они там ци каждый день, ци не каждый день. Кожный день одного сына. Они збирают сыну. Вот уявите, что некое великое свято. Детей много. И они по чарзе... Значит, у каждого из этих, у каждого сынов требовало это свято отцвятковать. Вот оно все, это коло пройшло. От 1 до 1 сына. Все приняли у себя всех своих семян. Братовый сестой коло завершилось. Тогда наступное свято. Снова от 1, старейшего сына, например, до молодшего. По чарзе. То есть это день рождения? Ну, почему? Ну, почему? Ну, как бы это религийные свята какие-нибудь. И они там себе болят. Святкуются. Альбо это не обрезково, что они только в этом целый год занимаются. Просто, что их саправды много и саправду они святкуются. Вот это нам с вами сказано. Погриды часто еще какие-нибудь питания есть? Давайте мы сейчас вот хоть... Всю структуру тропим, это ты будешь подрабясь. Значит, что отбывается в наступной части проекции? Там выходят босские персонажи. Не с человечества света. Значит, что отбывается? Шатан скажет, что ты... Потому что ты его обороняешь, там он такой богатый. Значит, там бог шатан. И один из сатанов. Не один сыном божих. Шатан один. Из маленькой литры. То есть, не мя волос, а имя такое военное. Мы про это еще скажем. Мы еще скажем про это, И он не один за. Он один за сыном божих. То есть, есть бог, есть сыны божие, все родители и шатан. Так? Яны памеж сабою отнарковывают Йова. Шатан робец прапаногу выпрабывать Йова. Бог на эту прапаногу скачается. Вот это вот першая частка, так? До якого вы это вершили? Тринадцатого. Дзегатый. Тринадцатого. Так. Шесть трынадцатого. Тринадцатого. То есть, что шатан пропановал, здесь снялось. Так? Значит, некие не счастья. Мы так само зараз больше подрывязно поглядзим. Давайте просто структуру сделаем, ка побачим, что есть. То есть, что шатан пропановал, обмывается. Несчастья пошли. До якого верша? До двадцатого. А, нет. До двадцатого. У вас ли выглядите? По яким вершизном забирает садох и шатан? А, нет. Это уже другая форма. Ну. Это другая часть. Ну. Нет. Просто, что-то не выдариваете. А тут три, как он реаговал. Так. Так. Как реаговал тоже подрагастности. Так. Далее. И вот это вот перший цикль. Гоский. Один. Вот скажем так. А, Б. Так. И другие. То и самое. Полторается. То есть, як оно повторается, мы вот на с вами поглядем. Но, как мы видим, что тут одна и та еще эта ситуация повторается два раза. Ну. Угу. Значит, от другого, другого раздела первого верша. Знову обярковывают Бог. С шатана обярковывают Йова. До якого верша? До сема. Шатан знову робить прапану. Далей. Главное напустить мучения на Йова. И дали оно длесняется. А, от 8 до якого? До, какого? Ну. До 11. Ну. 13. До оси. До 17. Далей. вот это вот эта структура пролога далее начинается основная поэма начинается я поэма делится как дробина скачет за струксию я спробовала сделать такую структуру или мне кажется, что она так скачет не, она так само структурованная она так само и наверно добро структурованная не так и дробно не, не так и дробно вы глядите значит начинается вот вся поэма по сути вот колено тут поставим один начинается уступный монолог Йова мы можем взялись там на промовы на монологи альбом монологи и диалоги где складается монолог и отказ таки уступный монолог так уступный монолог Йова это самая первая частка поэмы это третий раздел ну по разделах будет больше-меньше поделено и он по великим рахунку связывая то, что будет Адалей с прологом где Йов заправды скардзится на свои покуты бо коли мы гэта монолог премерим тады вот гэта треалог вот так и с апрами будет не совсем заразумел починается сама по собе поэма починается лямонтом Йова Адалей идут три цикли вот тут было два цикли вот тут вот у прозе а тут идут три поэтичные цикли гутарки Йова собраны три цикли диалогов вот это вот Адалей что будет уступный монолог а тады третья частка гэта три цикли диалогов и вот гэта уже будет это будет четвертаго двадцать семаго значит гэта цикли у них таксама своя унутранная логика потому что Апошни цикли не полный Апошни чакала себе прямого Сафара замест яго у нас там еще одна поэма выказаем поэмой мудрости мудрости у сэнси как мы с вами казали на початку мудрости это это тип текстов это не значит что там что текст писаный мудроцами для мудроцов это тип текстов да и как она лежит при повести сальмон в великой ступени да який поширно на близком усходе этой мудрости ну и вот тут да и видите эти цикли вот пеший цикль кто у нас ела пеший цикль не пеший цикль а самый пеший кто у нас промовляет элефаз элефаз и ему отказывая йо элефаз йо значит вот элефаз это пятнадцатый раздел и далее йо два наступные шестнадцатый и семнадцатый ось вот это перш это першая пачатак далее цикль протягивается кто наступный говорить это я это я просто лишние оттенки подгадала 5 элифас четвертый вот как элифас теманцкий, как мы не сказали, это четвертый элифас это четвертый раздел, 4 и 5, а 6 и 7 четвертый, 5, а далее йо, я зароблю вот такую двойную стрелочку, чтобы было ясно, что это отказ, 6 и 7, далее билдат 8 и йо 9 и 10, так 9 и 10, третий, кто говорит, 11 и йо, 12 и 14, так вот вот цикл завершился, 3 человеки по чарзе, монолог одного, отказ йоу, монолог одного, отказ йоу, монолог одного, отказ йоу, это будет пятнадцатый раздел, так? а когда, тогда четырнадцатый куда попало? а йоу-то, а йоу-то передний, 12 и 13 там отказ йоу, йоу там, йоу-то уже и отказывает, два раздела, вот, керший цикль 1 у кого, кожный монолог сябра, один раздел, кожный отказ йоу, два раздела, все тут докладно, так, йоу, какие будут дали йоу? 16 и 17. Тоже самое, два, 16 и 17. Тады? Билдард? 17. Как интересно. Йоу? 19. Йоу? 19. Йоу? 19. Йоу? Йоу, 19, так. Угу. Ксана дельми добро структурованы другий цикарь. И третий, яким не завершины, знов или фас. 22 раздела, поведен. Йоу? 20, 34. 23, 24. Звучу. 23, 24, далее билдат, 25, каратенько тут уже, что уже не было, а йо, но долго, так, 26, 27, йо у нас вот тут вот по 1 разделе, так, супер, важно на 2. 28 минус, и додалежь, а вот глядзите, а вот гэта уже не, не, то есть тут мы как шакали зафара, так, протяг, за место зафара, вот вся гэта частка сканчается, и четвертая частка начинается, четвертая частка, гэта, ну вот, я навык не ряду я, как мне речь характеризовать, и она, по сути, там, по чему, всю частку можно характеризовать от триминологи, вот там было три цикли диалогов, тут вводят триминологи, так, так, так само тут ельно-магичная структура, вот, как вы только ли побачите, а вот это легче потом читать, так, три монологи, значит, вот глядзите, вот, как у нас тут было, вот, пасля уступ на монологи, это, фактично, уступ до паремы, три диалоги, три цикли диалогов, и двадцать седьмой, это пеший монолог, так вот, и двадцать восемь, да, двадцать восемь, а двадцать восемь, это откосновая, вот, и тогда, вот это вот тое, что, вот, три монологи, значит, тут мы делось один, мы, яенник называют, поэмом, скажем, поэмом мудрости, так, так, а ля мудрости, мы, яенник называют, что это жанр, так, это двадцать восемь, яна разглядается, як, як, инш, текст, текст, який, можу, на, вот, такая, вот, такое интермеццо во всю эту, во всю эту поэму, такая узналка, махчыма, на, вот, голос аутара, вот, есть такие вот разгляды, вот, почитаете уважливо, побачите, что в это хучей за все, там, вот, как бы, приписывается йогу, протягиваючи, так, или там йога говорится крышечку по-иншому, так, саправды, таки самостоянный монолог, який не есть отказом на попередние аналоги, то есть это такая, вот, це полная раскладка, богословская, вот, махчыма, гэта, саправды, вот, як бы, авторский голос, а не авторский голос, який приписывается йогу. Тады, ось, вот там, вот, як бы, был уступный монолог йога, тут будет, а заключный монолог йога, так, берем, великий, вот, двадцать девять, тридцать адзин. Больш ёл не гаволець, он будя, вот, великих монологу мируець, он будя, вот, только в адказах Богу. И акошний, зэных чалавейчих монологу, гэта, вот, ой четвертый, раптанный персонаж, який не называется на початку, Иллиягу, альбо, я, как я пида у вас называю, Иллигу, Иллиягу? Иллияга. Иллия. Что? Альбо? Иллия. Ну, а дальше я его скирачаю. Скирачаю, как хочется. Иллигу. А я не гешугодный параллельян, но вода именному по тему человеку, так? Так. Пакушту, как напишется, так и добро. Напишем вот так вот. Ригу. Вот так вот. Это для риги монолога. Зараз мои локалации разделы 32 и 37 можно. Вот. Элитки. Элитки. Далее. Пятая частка. Это две промовы. Бачите, как оно скажу? Всего по-многу тут. Тому вам и показалось, что все дробно и тяжко раскласть. Знаете, что вот из этой структуры читайте, и вам все будет на шмат больше. Утянут. Это только теологи могли разобраться с этими структурами? Нет. Уважливо читать, чтобы разбираться. Дзвер промовы Бога. Теперь ничего не надо. Ну, читать старожитные тексты завсюду складаны. Я вам это каждый раз скажу. Ну, это будет от 38-го раздела. Весь 38-й, 39-й или крышечку по частку 40-го. 40-й раздел, другие верши. У метрах гэтэй частки свои подчастки. Бог ёл, Бог ёл. Бог ёл, Бог ёл, Бог ёл. Он будет снова перебиваться отказами Йоба. Я не буду это писать. Вы это уже побачите. Гл. Это просто. И шостая и окошняя частка – это эпилог. Знов прозаичный. Той, что належит до истории. Ну, это будет отповедно. Там вот она, вачыць, оно будет далей. Потому что это 38-й, 42-й. Это першая, по-моему, Бога. Тады всё это разом скончается на 42-й, 8-й. А от 42-й, 9-й и до конца – это завершение истории. Значит, чем завершается история? Игоную. 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 Труп исполнения, последует во всем хорошо. Четыре дней. До того, как его помирает. Не он помирает. А за этих сын до своих знакомых. Труп исполнения живого в его родине. Целым полединям. Но вы там начали сказать, что Бог, отновляя его все явное майно и еще больше, и еще больше и замест детей, которые загинули подчас их пребывания у него народжаются новые дети и он снова на всю землю таки славутый, великий, богатый счастливый человек он произошел страшное пребывание когда вы выкинетесь в эту поэму всю середину логика абсолютная как мы казали минулый раз в этой поэме он не похиснулся нигде не в одного раза не в поэме, а в этой прозаичной части он нигде не похиснулся зим сдарывался невыработно тяжкие жубыстные речи але он твердую свою веру у бога где головная фраза яка я под сумову выражаю его ставлення до життя мы примали от бога добрая теж не приматима от бога и кепская то есть что нам бог даёт то и наш и за это ему загородживается давайте теперь глянем что у нас больше что у вас в этой у этой староживной прозаичной части наибольшее ураженное. Скажем, и где-то скажите, и загруз скажите на облах, какие у вас уражения вы прочитали, какие у вас уражения от истории и от поэмы, что вам, вас там, что повод для вас там самое головное, самое значное, что уразило, что зачерпило, что не разумело. Ну, вот вы все прочитали, так? Ну. Ну, честно, короче, я не знаю, что отказу, и мне... Я, как ли, кажется, честно, я чувствовала, ну, довольно мотное раздражнение, потому что по профессии я училась на филологичном комплекте ранее и издается с текстами... Ну, люблю тексты читать, и вот такие уже склад мышления, мысления склад життя, что ты, дается, любишь гады такие выруки, вызовы, челлендж, так? А и тут я не нашла отказа, честно кажучи, и... Угу. 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 А скажите, вот, чему просто то, что вы не нашли отказу, вам было неприятно? Вы хотели отказу, так? Ну, мне было не очень интересно, просто, честно кажется, читать с той, что мы указали ему собры, было это было такое, так, ты здесь и извращаешь не то, и ты все равно награжден. Угу. 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 Угу, хм, я, честно кажучи, была очень сильно заболена тем, что он узнял голос, это мне очень многое decrease. Угу. Угу. Кажется, казали его модерцы, как-то было заплесневело. Так вот, а поглядите, а вот вы кажете, что это модернова, яно модернова, ну это правильно, яно вот как бы каждый час, каждый час, каждая эпоха читала его по-своему, это слушно. И вот эти заплесневелые закиды супратьевы, те, они несучасные. Вот поглядите, поглядите, как они идут. Так само, там вот, калеку, сюда вот, чтобы идти, вот это вот, третий, да? Яны все три крышечку розные персонажи. Яны адрозниваются. И каждый из них, вот, первый, другой, третий, первый самый померковный, другие больше резкий, третий самый резкий. Яны идут, вот у их, у кожного своя позиция, у кожного из этих трех. Потом я еще раз попробуюте это читать, в каждом из этих, так? Поглядите, кто из них, яки. В принципе, можете при жадании написать, там, сформулировать неким чином житцовую позицию. Там, цей философию житцовую, цей богословье житцовое у каждого из этих трех. Яны крышечку розные у каждого из трех. Яны не повторяют один одного. И яны весь час узмацняют. Зофар, он самый резкий из усех. И он вельно резко обвинувачивает его. И он глубоко перехананный, что его виноват. А, калей, вот, Элифаз, он, ну, вот, просто, что... Ё же ж логика реча. Погуть для логики реча, не можа быть, как у тебе гэта было просто так. Ты что с ци действиему си зарабиу, или сам не тянешь? И ё, адповедна, реагуе на кожнага. Элифазу... Ё, адны аргументы приводзець, а Зофару другие аргументы приводзець. Вот. И бил так, и он так действием посередине, помежиме. Ну, потом еще, может, потом больше патрогазно поглядзим, или яно нават, вот, калей мы уже гэта зачапели, мы же гэта как его поговорим, я бы вы... Моё питание шитова засталося. Ё, адны, настольки розныя, что ё, ёс, такое пэлное меркаванье, ё, ну, такое поширанное меркаванье, что сама эта поэма устримаець, во гнавито, як становления пэлного богословя, за яким ё устоець. Ё, адно, ваходець у судотэкнени, де философия, коли хочець. С ўстоялымі іншымі принципамі. І яно ў імёнах закладзі на крыху персанажу, адкуль яны, яны... Пракожнага сказанна адкуль юн родам. Зачы, с кожнага вы можэце вызначыць, ата всё ўсходнямі сапатамі. Вся справа адбываецца дзвісті в аддомі. Ём не ізраильтяню. Ніхто зіх не ізраильтяню. Не ведуться, вы звернули на гэту бабуць, не звернули, поглядзіць, ўсамах пачанку, що про ірог сказанна. Зенземлі ўць. Зенземлі ўць. Зенземлі ўць. Эта настровыць в ідумі. Ідум на ўсход адмісапатамі. Це дуже цікаве сама по собі. Само по собі місце. Це ідум. Ін тисяча вользі адмісапатамі і був, і ніколі не був поглынуты. Ні у Бабілона, ні у Акад, ні у Асіраю. І меніг завсюди на нікіх такіх вельмірозних політичних воронках, але заховувався самостійно. І це саме ўсход цивілізованного світу. Ідум. Ізправа вся відбуваєця, воносяця кудысь ці туды. Там пам'ятеці назавутся сынами ўсходу. Сыны ўсходу, або дочки шавості, в залежності від того, це народ, цін – це місце. Це місце. Це місце. Це місце. Це місце. націне ўсход – це люди ўсходу. Діти земли – це єсть люди на цій землі. У нас на карте земля ур, а уц это не ур, это Зусим не ур, ур это Абраган у нас там уру халдейского, ур это сумер, а это на исход, это больше на исход от сумера. Это за Месопотамией, вот коли мы говорим про Месопотамию, Месопотамия это такое, вот это вот межречи, это такое непылное у сенси политичных межево понятие, потому что в Месопотамии там розные державы имели розные межи, а ле эдом за все две дужки. Таким чином это саправды, это все вот здесь вот исходники некие, в городе, в Томиконе. И яны представляют некие три розные пункты гледжения, а ле эдом не индивидуальные, а некой спольности. Школы. Школы, можно сказать, а ле эдом не так школы, а вот это худшие вот такие религии, это религийные, три религийные традиции. И яны, их не то, что это вельми докладно, расписать, гэта такая, гэта такая, гэта такая, гэта такая. Гэта не так, гэта их было может только меркаваць на гэта. А ле ты не мышь, мы бачим, што гэта три розные религийные традиции, што знов таки, вот у их, у самих, у самих не он закладен. Вот, если не хочется, мы тогда зараз подшлить, 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 на элефаску. Элефаска самый, самый, самый цикавый для, для разгляда персонаж. Бо, у Библии ёс два элефаса, гэта, а астатняя, это тольки ёбовые герои, а льбо паширынае имя, як Эль-Юму, наприклад. Эль-Юму, это паширынае имя. Астатняя два героя, гэта тольки тут, а элефаса ёс два. Паглядзіце, што за другая элефаска, причем, што ён, ёд, як рэго сказано, он сказано, што ён тэманит. Гэта ён, вот, заходзіць, с тэману. Тэману ёдомі. Давайте мы знадим, гэта, и тэмана, и дону, скажу, поглядзіць. Тэмад ён, окрас, вот той, што, такі, са, вот зараз поглядзіць, што за друге элефаска. Знайдзіць, калі, ласка, вот, іх, ён, някалі, разо, гадывацць, от вы, друге элефаска. У роду тридцять шесть четыре, верший раз, тридцять шесть четыре, і десять дванадцять. Ада родила ісаву іліфазу. Ешчё раз, спочатку. Ада родила ісаву іліфазу. А ісаву – це хто? Тэс, вот, перший іліфаз – це сын ісаву і ады. Ісаву – це хто? Це хто такі ісаву у Біблії? Ізаву – це еду. Ну, от, 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 от. Алиспажатку, згадайте, хто такі ісаву? Сын. Сын того? Ізак. Ізак. Ём не так, не так сын, як чей он брат? Якуба. Вось. Це брат Якуба. Пам'ятайте, це близнятки – Якуба і ісаву. О! Да? Канешно. Це, гэта, Якуб і ісаву. Якуб, які падманул ісава во всіх параметрах. Так? Ми минулі раз добре вірми згадывали гэта. Так, вось, іліфаз – перша, які єсть – гэта сын гэтага ісава, ісава – це племінник Якуба. То есава, яку, розумієте, це дуже значний, дуже важний персонаж. У ісава було дзвежонки. Дзвежонкаю Ада і його був це сын Іліфаз. І от, прочитайте далі. Там вже знайшли. Десятый, двнадцятый верши. Тритий шостій? Так, так, тритий шостій. Угу. Вы понятно? Читайте. Ну, читайте там. Вот имена сынов ісава. Јліфаз, сын Ады, жены ісава. Пирабуїлся, босимапу, жены ісава. У Йліфаза були сынов'я. Фиман, Амар, Цефор, Гафан. Так вот, першики, називається. Ось. Фиман. Це старейші. Ось глядзіць. Ось глядзіць. Ось глядзіць. Ось глядзіць, якія тут складанная закрутка. Тось ми гафорам прахневу Йова, так? Вось. Дзі ми чітаєм про еліфаза теманіта. Калі ми шукаєм еліфаза іншара, то у цього еліфаза, сына ісава і ады, был, значить, калі, сын ісава, а йон тоді бацька темана. Тось ми туе саме іння сустрікаєм тут. Потім, калі ён ішчы някалькі разо узгадываецца, гэдзі ж ж саме еліфаз, сын ісава, і ён згадываецца як бацька әдуміта. Йон як би вот увасаблення дому. Ну і, канешна, прац, ате, прац, стагодзі прачытаў інтерпрэтаціяў, гэта теорія раскручывалася, што гэта той саме еліфаз. Тоді не тоді, канешна, ніяких махчымыстю ведаць не маў, але прэвязка та еліфаза сына ісава іраносець нас ўе твёрдо ўчас патриархаў, історую, да? Тому, што еліфаз гэта, гэта счасоў патриархаў. Заразумело, што маўа? Тады гэта історія, вся поводля автору тексту, отбываецца дзесте на початку першого течеўотца на нашай веры. Азусеў не тады, калі текст написаны. Сама фоэма ета пасля ўгнацкая, пятое, четвертое стаботце. А гэсторія пераносецца куды сцивось, там, в десятое, двенадцатая стаботце, так? Айбо ранее. А где у наша? Ну, конечно. Причем тут наша? Айбо зусим ранее, айбо ешчедаш маўдэдэй. Айбо у бронзовый век, так? У другое тысячавотце. Гэта сапрады вот такая вот сама пасабе цікавая рэч, ця той, вата ця не той. Айбо самога атае рэня раскладаецца на две частки. Разумела, так? Эль і ясна, што такое, так? за этим стоит Эль. Эль, значит, Бог, семитское слово для Бога. Альбо и Луах, в ебрайском варианте Эля. Именом с Элем вельминогом в Библии. Вельминогом, это Вельминог, это Вельминог. А фас, пас, да, дружок, так. Пас, потому что тут оно, чем мы читаем, вот так вот, смягчено, потому что оно тут условой позиции. Самостойно, это будет с Гагешем, это будет пас. И вот тут вот мы, тут, правда, такие розные этомологии. Такое, не изусил взросмелые. Хучай за все от, вот, где я слову, пазас. Можете навык поглядеть. Вот у книг, я собираюсь разобраться, что это значит. Есть, ну, такие два махчевые значения. Знайдите, калиласку, в первой книге королевства. Там будет только, а только, чему мы не ведаем, снова-таки, потому что это Вернеслава отставанная слова. Калиласка, по-моему, строкается только один раз. Первая книга королевства, значит, будет третья, вот так у кого, на российской основе. Пойдите, калиласка, первая королевства, 10-18. Там, в Амурке, Иде, Про, Трон, Соломона. Все, как и ласка, поглядите, не цикловые киперпады будут там. Какой еще наш раздел? Ой, 10-й раздел, 18-й версии. Все отгарните, все, сколько вы, белорусские, российские, у вас будет 1-е королевство, у остальных будет 3-е, 3-е царство, так? Второе будет? Первый, второй, третий, вот так. Первая книга царство, так я разумею, да? У вас 1-я будет как? У вас будет 1-я, а у вас? 10-18? Если у вас 1-я и 2-я, то это 1-я. Если у вас есть Самуэль перед ними, я может уже шмот разок сказала, их 4 книги, 2 Самуэля, 2 королевства. Вот и традиция, вот, такая, какая Российская Библия, и те, что за нее идут, они просто все 4-е царства, то есть 1-я Самуэля, это будет 1-я царство, 2-я Самуэля, 2-я царство, 1-я королевство, 3-я царство, 2-я королевство, 4-я царство. Так, темно-желтое золото, далее, что у вас? Царь Соломон сделал из золотого сплава 200 больших щитов. На каждый большой щит пошло 600... Нет, это не про трон. И сделал царь большой престол сломовой кости и обложил его чистым золотом. Чистым золотом. Там темно-желтое золото, тут чистое золото. Еще варианты. Есть же варианты. Ну, видите, это вот, в это, в это слово. Причим, там, что обтягнул, это тому, что это дзея слову. Это не назовник. И он его пусть обчисто золотил, альбу об темно-желто-золотил. Так? Это дзея слову. Ну, вот такие вот, еще переклады могут быть, там, некая, некая саблева вырабленная золота. Рачу тем, что золото, на золото есть свое слово, загав, стандартное, нормальное слово. Гэта сустракаецца только тут, только один раз. Яно, что оно значит, вот, у связку, там, вот, цыншим значэнью, когда мы зараз поглядзим, худшее за все, гэта, вот такое-то, что называется, листовое золото. Такое, вельми тонкая, вельми гнуткая. Золотой лист, золотой листовое. Яно, вот, як назовник, вот таким самым подобным чинем сустракаецца у плача Ярыбы. Подобным чинем не глядзите. А другое, вот, поглядзите, коли ласка. Два разы. Два разы в меньшем значэне. Один раз, звязанное, вот, якраз таки, с Якубом. Роду 49-12. Поглядзите. Роду 49-12. И поглядите, вот, другого Самуэля. Альбо, от победы, у кого царство, это будет другая царство. 6-16. Вот. Одну и другую. Поглядзите, что там. Почитайте, кто знайшов. Роду. Угу. В очи ягу темнейше за вино, и зубы ягу манейше за молоко. Якуб, это Якуб, вы не то знайшли. Это Якуб говорит в 49-12. Два. 49-2. 49-2. Якуб, памятайте, Язеп был самым любимым сыном Якуба. Был улюбёнцем Якуба. И вот один сможет тут, где Якуб говорит про своего улюбёнца, про своего любимого сыночка. Наверное, про племянника Элияза. Что руговорится. Изберитесь и послухайте сына Якуба, послухайте батьки вашего Израиля. Не знайшли, да? Кто знайшёл? Нет, это правильно. Не знайшла, наверное. Что в первой комнате ускулает. Угороду 49-2. Здрасте. Это добрая головы прочитать, конечно. Дед, про Язеп вам прочитать, как я пишу, в Морозе. Вось, это 24. Верш, 24. О, 49-24. Дозломался лук их и ослабли мышцы, плечи их, дякуюсь рукам усимогутного Якуба, дякуюсь имюм пастора Камения Израиля. Там вы глядите. Застались, твёрдый состав все лук Явоны, моцные мышцы рук Явоны. Вот это, вот это, вот это, вот это, как раз это слово, пас. И он говорит про руки Язеповые. Уластимость Язеповых рук. И вот это вот, а теперь поглядите, вот на Геторию, ось, другую, другую Савелию, а вот другую Царство, 6-16. Там я ещё больше складанная. И они вот, каждый из них, и они только два раза здесь устрикаются, вот эти або два эпизоды, трошку по-розному говорству. По справу, по справу извести их разом. По знаю, что он читается. Не боюсь, ответил тот, потому что тех, кто с ними, больше, чем тех, кто с ними. Это не тот у Савелии. Это другая Савелия у вас будет. А у вас другая Царство будет. Ну, это 6-16, да. Так. Другая Царство. Другая? Другая Царева, 6-16. А он отказал, не бойся бы, более ты, кто за вами, чем ты, кто за ними. Нет, это не тот у Савелия. Самуэля. Глядите, у кого Самуэля, другой, не Самуэль. Там история про Давида. Давида. Знаешь ли Давида? Читайте. Когда входил, как человек господинца Давида. Вот так. Но холод, дочь Саула смотрела в окно и не видит царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, и не тяжело его в сердце своем. Вось. Вось. Вот это скачущего и пляшущего, то, что у вас перекладено, и оно, а один з вэтых дзе словом, гэты, пас, где те кучей, такая форма, да? И она пабачила, як Давид некие рухи робить. Её стало это вельми неприемным. Значит, як это звезти разом? Гэта, які были руки у Язепа, и што робил, и што робил Давида. То есть, кучей за все, вот, калих это заправду звезти разом, и тогда оно будет, и темологично может быть связано вот с темно-желтое золото, ци там выкшталционное золото, это гнуткость. Это будет, когда там нигде танчевый скакал, там танчевый взвивался, и руки гнуткие у Язепа. Я изолайн малые руки. Вот, когда это, а больше у нас крынецам нема для разумения этого слова. И тогда это, кучей за все, что Соломон, чем Соломон обклав, то и пасаца слоновой костки, это гнутким золотом, мягким нигде золотом. Ну, у кожного вопадку, это мология или фаза, сразумелая, так? Это вот некая, ци, боское, боское, мягкое золото. Может быть, но вот таки некое боское деяние. Каливутся с этой, той, что Раби, Язеп и Давид. Сама вся вот эта конфронтация помишь Элифазам и Йовам, суходичи там вот их биографию месту, я на действие, действие вот на некем вот Ровневу заходить на конфронтацию Якуба и Исама. Действие вот в этом ключе. И она вот, и она вот неким таким вот овертоном, она вот тут все же таки учится. Вот это вот, дитя Исама обвинувачивая Йова, или я не сябры, не забывайтеся, да? Они его обвинувачиваются, или это все его не сябры. И вот тогда, они представляют две розные религийные традиции. Вот здесь вот ранняя визу, да? Становление ранняя визу. О, это Йов, так. За Ильшими там крышечка простей. Родом Шухид, про его говорится. Это Арабия. Значит, это он вспомнил. Итемалу, я так само, два слова, это вот. Странслюкторую, да? Это Баал, який у жопых, вот, коли текст кишится, вовремя часа он скорочен на Баал. Баал по-гебрайску, Бел по-запотамску, по-акадскому. Баал. Баал мы ведаем, Баал мы ведаем. И так само, про який мы с вами говорили. По-ебрайскому Баал, значит, по-севицкому вовле, в любой, в любой мове. Вот, Баал, вот. Як Бел, это мы казались с вами, не он будет, сдается. Бел по российскому перокладу перетворяется у Виля. Просудшим, как оно так отбывается. Пометается. Была такая фаворка. Был гэта господар, уладар и господ. И таму имены с этим империативом так само частые. Это так само русское имя. Баал, есть как самостоятельный русский персонаж. Бугарицкая традиция. И у месопатамская традиция белым зовется Марту. Минулый раз мы, когда мы с вами эти номина сакры зачапили, богские имены, ягвы зачапили, мы особливо много не казали. Але вот эта традиция сакрализовать имя ягвы забарона на вымовление, не вымовляльного воского имени, мая у своим подморку месопатамскому традицию забарона на вымовление имя Мартука. То есть Мартук зовется у Бога Бога Бога. То есть Мартук зовется у Бога Бога Бога. Здесь от пятого с тобой те от ними он те от шостого, а он зовется только был, только у Адар. Загадайте, что кали Яродок пиша про Бабелон, и он пиша про Бога Бэла. И он недель негодным словом не сгадывая, что он Мартук, потому что грек подшуць имя Мартук у желтым часси не мог, его увлечу жениться. Потому что вымовлялась только за место имени Бога, вымовлялась Господь. И вот кали потом, в третьем стагодзе до нашей эры, в Александрии, еврейская супольность берется перекладать на грецкую мову еврейскую Библию, они робят тое самое. И они по всю льдзе Яхве, и они пишут Киреус, Господь. И таким чином у нас из наших всех перекладок, вот эта традиция замацовывается во всех перекладах, и таким чином, вот мы казали винулый раз, самое важное, самое значное слово в еврейской Библии, в вашей перекладах, не потерпляясь за всем. Имя Бога. Место Яхве, Си. Киреус. Я не его напишу. А почему мы так сделали? Потому что не знали. Ну, транслитерирование вот таким чином. Ну, давайте еще раз повторим, как вы это ведали. Это ведь не важный момент. Это приходит, кали богословие развивается, к этому цвету бачену развивается, а оно починается за все это, за любой развитие религии, вот это лику у Библии, как мы это все не с вами побачим, починается за Бога, який контактует с людьми, який близкий до людей. А потом тягом развития, вот это разумение Бога, тягом развития богословия, Бог робится все это все больше великим, все более значным, и все больше, не все больше далеким от человека, а лучше человек выспрьм眼цем все больше далеким от Бога. И разрыв между Богом и человеком робятся ведемо великим. И Бог вспрьм眼ца, просто вот как что-то абсолютно иншее, абсолютно святое, абсолютно трансцендентное, абсолютно первозаходящая, и человеческий свет, и материальный свет. И вот, когда оно доходит до этого момента, то имя Бога делается невыновляемым с двух причин, с первой простой причины, такой антропологичной причиной, что имя в любую выпадку смешает объект, а другое, как раз то, что спротивляет Богу. И имя есть судность, судность непознавальная. Значит, имя Бога все равно непознавальное, это все равно имя, которое открывается, это некий сакральный не анкедотик до Бога, который не должен преподаваться неким джинам. И вместо имени сакрального имени Бога говорится по одному такому, по дамовленности, по тому, что выпрацвалось на этой момент, некий эпитет, цититул. И вот в выпадку Бэла, в выпадку Мардука гэта был, гэта имя, был гэта Господь. Это титул. Ну, это не совсем функция. Уладар, господар это не совсем функция. Хотя был гэта, значит, лучше и вот Господь, як вы его квалификуете. Як титул цинь, як теат функции. Четыре, все ж таки. И у ебрайской традиции, пасля габилонского палома, гэта традиция так само проживается. И вот гэта самая-самая важная имя, якое есть, якое проходить про все старожитные тексты, як Явы, перестае вымавляться. И оно у самой гэбрайской традиции, то есть традиция психрализует гэта имя настолько, что его на угол нелега вымавляться. Зусин. И оно вымавляется только першим святаром, один раз на год, в емкий пор. День очищения, самый такий святый день. Вымавляется у святым святых, у пустым помешканье, где никого нема, где заходят только святарь. И який шептан вымавляет имя Бога, при этом все остальные спевают гучно. То есть почуть его немогчима. Или когда это богословие развивается далеко, то и звертается увага на то, что само имя Явы скутается с голосных. Вот оно, давайте уберем его. Немного раз вписали на тему будущего. Я вам скажу, что это было доброе, видать. Четыре литра, да? К тому и не завица тетраграмматон у грецкой традиции. Но так уже и застанусь в остатних. Тетраграмматон. Четыре литра. Йод, хе, вау, хе. То есть, коли его транслитеровать, это будет йод, хе, вау, хе. Хе. Але. У ебрайским алфабете, мы памятаем, что семитские алфабеты, они консонантные. Голосных нема. Это только язычные руки. Голосные там подставляются докритиками. Але. Наверное, у самой старожильной письмовой семитской мови, у горыцкой, у пеуных ситуациях голосные позначаются. И там алф мае три функции. Алф а, алф и алф у. В ебрайской мове йод пишется в ситуации, коли треба ставить далгое «и», альбо далгое «е». Хе – это далгое «а». А, альбо это соседние читательные метр лекции у них у конца слова Жану Жагароту. Коли просто оно читает, оно писается, пишется, читается, ніяк не читается. И вау – это у альбу. И они пишутся часом. У певных ситуациях они пишутся и назначают голосные. При этом йод – это языческий гук, йод. Хе – это языческий гук, хе. И вау – это языческий гук, вау. Альяны могут только эти три литры… То есть литры… Вы бачите, что четыре литры, а две нольканы. То есть вагольной колькости литров три – йод, два, хе. Только эти три литры могут позначать голосные. И сама ситуация отримывается в невымауляльного имени, якость складается только из голосных. И ягу вымавить, вот калі уже богословы пазнейшого часу отрубуюсь, то сапрады имя просто невымауляльное чалавечим голосом, чалавечами вуснами. И этому перша свята рго трыхтуется, как это невымауляльное имя, оно пустое отримывается, у его нема неводного язычного. Протим, что мова чалавечая, калі говорка дзебр-сенецкий, мова складается из язычных букв. Мову складают язычные, основу мову складают язычные. Голосные только меняют конфигурацию, слова, язычные, галосные и потребные для граматыки. А сутные слова не сутзычные. В чалавечей мовах это язычные. А это радикально нечалавечое слово. Это слово, которое в чалавечей мове не может существовать. И поэтому оно, по великим рахункам, неправовляльное. Оно пустое. И вот сама эта ситуация, когда у вас у пустым помешканье, где стоит уже на той час пустая скрыня заповету, где она там за всем уже не стоит, после обыгнания там уже есть скрыня заповету нема, то есть это просто пустое помешканье, святое святых, вот эта самая внутренняя, самая сакральная частка трехчастного храма, у святых святых, человек промовляя устое имя, вот невымовляя, то есть это абсолютно нечалавечая ситуация. А надсалком выходит за нежу. Бой какое-то мучание получается, бой какой-то получается. Ну, потренируйтесь, настройтесь, отшуйтесь до бежи святого. И вот, как мы сказали про Гарленда Кушнера, минулый раз, Лоренс Кушнер писал, что кто-то из явованных студентов, когда это нарковали, препоновал идею, что это гук, который кричит детям, которое родится на свете. Это гук, который, когда детям мало кричит, там нема обычных. Там таки некий вот, некий набор, невеликий набор голосных. И что вот, дитя нарожается, своим криком промовляя, непромовляя Божие имя. Потом еще два, три месяца, и все ночью. Там есть фэм, там вибрация. Тут не вибрация, тут, как будто, да, у спирмания, это чисто, гласный угол. Но это, опять же, это позднее богословие. Потому что у старожитного богословия это нормальное имя, которое имеет с вами привязки и темологии, и оно вымолвается судом. Но, когда уже судом выходит, что делать в грецкой мове? То есть, оно с правдой, оно на этот час, все равно не пишут, они придумали не Александрийские, а Гебраянки, которые пропадали на грецкую мову Библию. То есть, на той час, это с оправдой имя не вымолвалось, а вымолвалось Адунаи. Заместо, вот эти два, которые нам расписались, оно вымолвляется Адунаи. Адун, это то самое, что и Белл по супности. Баал, Белл, да? Господ. Так само, уладар, господар, так само, оно мое верно подобное значение. Але на той час, Баал уже вспрымался абсолютно, вот, як поражение ворожей іншей религии, и, в основном, с певного моменту, госпеоператив Баал пропадает с библийных именом, вот, коли вы просто будете хронологично читать библийные тексты, так? И оно заменяется на наш Господь. И оно, по традиции, и, когда оно заховывается, когда мы читаем по-гибрайски, Библию, то мы, когда мы видим этот грамотон, мы вымолваем Адунаи. Коли мы говорим на інших мовах, то мы тогда себе спокойно кажем «Яква», или по-гибрайски мы не говорим. Але, и вот, отповедность Адунаи, грецкий «Кюриус», «Кюриус» — это слово персидского походжения, в грецкой мове слово заноцывалось после персидской завоевы Близкого Усхода, «Кюриус». И он был таким великим владом, что его имя стало словом для «Уладара». Ну, как у европейских мовах, от Зевятого с тобой взят Карла Королевича. Кому сегодня Кириловича? Умой. Точно. У этой, в исходной церковной традиции все бискупы зовутся, до имени представляется «Кир», «Кир» — «Ладзимир», «Кир» — «Ладзимир», значит, что снова «Владар». Але, в принципе, Адунаи на этом не скончилось, потому что потом Адунаи сакрализовалась, и перестала уже после библейской часы, Адунаи перестала вымавляться, и заместо Адунаи, мы прямо тоже все с вами говорили, заместо Адунаи стала вымавляться «Шем», что значит имя, а потом в худким часе и «Шем» уже не вымавлялась, и уже стала маком, что значит место. Так что «Белл», вот это первая частка у Бельдадзи, «Белл» — это вот это как раз Господь. То есть Адунаи — это вельми-вельми частое у именах. А уже что тычется в другой частке, оно худшее за все. Это Аду. Тедод. Может, у вас кто-нибудь памятает, что такое ДО, что мы на минулом годе, правда, отказали. ДО, ПТИ, ПТИ, АДА, Варианты написали. Так, но это все будет тое самое, это, так само такое, тьмяное этимологие слова, какое связанное с любовью и улюбенностью, в статус улюбенец. То тогда будет, когда из этой этимологии, то тогда будет улюбенец Господа, а Господь любить. Такого плана, такое имя. И вот он с Арабии. И он таки злейший за попереднего промоутсу, т.е. он как раз посередине находится. И он, кали памятаете, там вельми резко все про дятей его выказывается, что дети там твои мучевости дорогие. Вот. А с Уфаром, на самом ручь, конечно, с Уфаром. И он на самом ручь, он на самом ручь, он с Уфаром. и наомит. И он наомит. так само, и это милоязуется вельми цьмяна. Ца Фар, так вот, на дясловах учиться, он чисто выгоденец устракается. И он связан с звуком неким. Причем, вот, в арабском мове это звуком, який выдают втушки такие, втушили эти виски, такое это, черканье, такое вот что-то. Вот это вот, явное. То есть, у его босских привязок его нема, у его имени, у его такая эта. И он, как раз, самый суворый из всех трех. И он глубоко переханан у тем, что его покораны. И покораны за тое, что он нарабил. И он про это, как раз, вот, говорится и сейчас. А «Илигу» или «Ягу» это, у нас, это, это, это было, лично, самое прозристое. И я, знову, «Эли» это все, это от «Эля». И он пишется в некольки розных способах. И я, вот, вот, «Гу», вот эта вот «Авошняя частка», это, у залежности от контекста написанного, будет прочитанное «Альбо» как «Гу» от «Ягу», так? Или «Ягу». тогда это будет «Ягвы», «Альбо» как «Йон», просто. «Гу» и «Йон». И оно тогда будет альбо с получения Бог Яхвы, або Йон Мой Бог. Эль-и-гу просто Йон Мой Бог. Таким образом. Ну, я еще раз буду тебя глядеть, вы побачите, что, правда, это, по сути, все четыре это розные персонажи. Как бы со своим розным, все это бачено. Ну, и со своими розными привязками. Я там нам, так само, там вот дают за разуметь, что со своими этого времени. Але мы утвердимся к этому питанию, коем задала. Вот мне, я пыталась, что вас уразила, и у истории, и у поэма. Вы казали про поэму, что поэма вас не задоволила тем, что там нема отказу. Так? Вот глядите, почему тут, можно тут запраду, в этом тут вся речь. Что, коли вы читаете эту историю, прозаичную старожитнюю, там все ясно и сразумево. Там сопрадулинный ясный сюжет, там Йоу нигде не схипел, нигде не похиснулся у свою веру, за что бы узнагороджил. И там, якая причина Йоуна попутал? Это вопробование. Вопробование Йоуны веры. Вопробование – это испытание. Бог крынецца пакутал, але Бог таким чином человека выпробовывает. Коли чалавек проходит вопробование, Йоу натремливает свою узнагороду. Там верно просто амораль. У поэме гэтэй маралі нема. И вот, конечно, коли вы читаете першу частку прозаичную, коли вы связываете гэтэй тэксту один целый, то вам хочется некой ясности, хочется вот такой некой ясной провожай маралі, некого ясного отказу на пытание. А яго нема. А яго нема. И там и пытание, якое покидая еще больше пытание. Кали, и вот тады у нас абсолютно розное отримывается так само действие. Природа Бога относится по миж человеком и Богом. У одной истории и у другой. Потому что у другой истории, там, где Бог начинает свои монологи, он же начинает с того, что там идея в тим, что я не мушу тебе давать справоздачу про тое, что я родна. То есть Бог робец тое, что он робец, тому, что он гэта робец. А не тому, что у гэта есть некая чалавекам прадбачаная, цизразумятая, цизразумялая для чалавеканного логика. Учинки Бога знаходятся па за чалавечай логика. Это ибо одна из самых головных, самых таких не головных, а самых прозрыстых, самых ярких темов у гузки прамоэтын, что Бог говорит. Не твоя халопская справоздачная. Что гэта тое, что робец Бог, чалавек суровно не сразумея. А головная, что чалав, что Бог, ну, не я к ней, не подсправоздачный чалавек. Не я кем джин. И оно покидая пытание вишины чалавекших покутов. И пытание состояться абсолютно открыто. Тому, что кали, вот те, те, те Бог крынится в йоговых покутов поэмях, это не говорится. Не ведаем, что крынится. Ли йог проклинает день, когда я надюйся в памяти, там вот злямом-то починается вся эта, вся поэма. Кали крынится Бог, то причины паза чалавечным разумеем. Это не значит, что их нема. Это значит, что человек не бачит у своей картине. Значит, и для чалавек их нема. Удацинный момент их нема. И они могут паустаць для нащадков, для нащадков, нащадков. Может быть, разумето, как тое не отбылось, а то не отбылось, а то и то, и некая картина выбудуется. Ну, это, как мы случайно на историю глядим. Тое, что умом от кали оно отбывается, что с тем, особливо, кали это неприемное, непожаданное, оно воспринимается, як беспричинное троетое. А праздник и час, в этой беспричинной троетое рубится причиной у неких значных, серьезных пирамидов. И без этой троетое не отбылось оба тое. И тогда действия, а причины так само того, так само действия будут бачные. Як бы, кали не выноскова причины, а ли, скажем так, место у великой мазайцы, человеческого иснования. Так вот, это одна речь. То есть, одна речь, это тое, что Бог неподсправозначный человек. И другая речь, это вот тое, что, видать, вам не сподобалось, а ли тое, что есть верьми важным для разумения этой поэмы, тое, что свет не есть моральный. И вот, кали у истории свет выразно моральный, ты ровешь добра, то я будь и добра. Будь твердым своим добры и отримаешь. То, бояльный свет не моральный сусим. Нема, просто нема этой категории. Может, только араби, что тримается, то тримается. Ну, вот, можете так. Можете, можете, аль заувольна. Але, нияких причинно-войниковых сувезе у моральности нема. И тому, яно саправды може расчаровать, кали вы шукаете простых отказов. Яно не расчаромы у тем выпадку, кали вы шукаете заглубление у тему. Поглядеть на эту тему с разных боков и сносить свои отказы. Таким чином, яна, что, вот, як вы, верьми, сложно сказали, что, заправда, вот оно учиться, то, что йогами звучит весьма сучасно, и он, заправда, и он не молчит, и он сейчас обороняется, и он кидает, закидает Бога, он обидовачивает Бога. И он по-своему, ну, потом, поглядим, он по-своему узнагороджену безумку. ��, и он надежнее, он почти seminary, но приятно у этих кисляры, они, звязаны с конкретными традициями, И Йов, який разбурает все эти традиции. Для того, как он их разбурил, традиция мусит быть выкладенной вельми доброй. Вот они, каждый из этих персонажей, выкладывают некую полную моральную традицию. И привязывают ситуацию Йова до своей традиции. И Йов разбурает их всех. Все они неслушные. Все они, как они неслушные, они просто даже эмпирично неслушные. То есть, они претендуют на вся обдивность, они разбиваются в упадах Йова. И таким чином, они разбиваются, как концепции. Вот Йов разбивая одну за одной эти все концепции, вокруг нечуя Бога. И вступаясь к Йому другу. Что само по себе, конечно, абсолютно уникально у библийной традиции. И человек просто вот такой вот, сюда ходите, вот диалог. Диалог, можно сказать, у полным сенсор этого слова диалог. Это утарка отказ. Это не просто. И причем, на некую концептуальную тему. На некую природу иснования, природу света. Что такое свет, и что это за свет, каким мы живем. Йов разбавляясь с Богом. Вот это вот одинная гугли история. Это вот, что тычется, ну, просто вот такого вгляду поэмы. Потому что вот мы с вами поглядимы так рухой, с чем там есть частью больших складанов. Али пытание у меня до вас еще застаётся. Скажем, что тычется истории. Где, кажется, правда у всех настроивая, а потом читать поэмы, поэмы расчаровывая, его отказа у не даём. Али у самой истории что уваживая. Прологу, скажем так. Удивляет, что удивляет? Да. Ну, удивляет, что удивляет. Удивляет, а впечатляет. У меня выраживает сущастность. Сущастность этого секса. Это, как учёра разговаривала. Вчера. Учёра. Я разговаривала с безбожником. Ничего не могу ему доказать. У меня выраживает тое, что эти трое кажут. И оба. Это для меня. Но я так разумею, что придя до него, они их страшит то, что он одновится от Бога, станет безбожником. И вся размоба идёт с ним про безбожников. Домой Иоанн не усшимает из того, потому что он от Бога не одновляется своим становищем. А о нем каждый со своего пункта грежения скажет, что его ожидает, когда он станет безбожником. То есть это как бы соблазнение. То же самое, что Ева и Адам. И вот сегодня, учёры, разговаривая с безбожниками, я не могу их слухать, потому что они не разумеют свет, не разумеют свое значение, не разумеют Бога. И всю жизнь их отбывается вот так, как эти трое тут кажут. Ну, бачите, эти все трое говорят про Бога. Эти все трое вельми глубоко верят у Бога. И они совсем не безбожники. Я не скажу, что это бывает. Я не скажу, что это бывает. Так я не скажу, что это бывает. У них свое разумение, относено помеж человеками Богом и помеж Богом и Существом. И они свое разумение выкладают. И неводно из этих разумения можно назвать примитивным. Не просто, вот так вы сказали, что вас аж на злу, когда вы читаете. Это не меня. Я понимаю, что оно саправдой, оно зачапляет. То есть оно не такое, оно может быть... Оно все не пустое. То есть оно саправдой, там своя концепция есть. Вот у меня возникла такая история. Если все эти три персонажа носят имена, которые связаны с Богом, возможно это ипостаси Бога, которые испытывали Бога? Фантазируешь ты, Наташа, в тексте? Давайте не будем. Я задала вам вопрос. Ну это такая цикавая, конечно, гипотеза. И она разглядалася, эта гипотеза. Но она худшей не ипостаси Бога, а худшей ипостаси разумения Бога. Все ж таки. Это худшей концепции Бога, которые промовляют. Кожные промовляют себе. Какие? Так. Так. И Йоу их усе разбивая. Великим таком. И тогда до Йоу промовляя уже Богство. Мне до самого поломокера, стимулы, до самой истории, до самого этого просто по сюжету. Все ж таки сюжет сгодится, что сюжет совсем нетривиальный. Не глядячи на то, что, как я сказала, Ангелий был поширен на близкий ускор, он был поширен, что и он нетривиальный. Там есть таки абсолютно незвычайный, скажем так, авторский ход. Что, ребят, день не шатана. В истории. Я не веду, как вы это восприняли. Ну, еще не послушаю. Там вся ситуация. У нас вот уже все, сегодня уже не будет часа про это говорить. Але мы тогда наступный раз. Вот вы про это поглядите и поспробуйте, коли ласка, пошукать материалы. Тут теперь у нас будет великий нововодный период, колядный период, ваканский. Будет веленного часа. Либо спробуйте снасти час. Пошукайте материалы просто на саму эту ситуацию Сынов Божих, которые приходят до Бога. Если род Сынов Божих, шатан. Значит, пошукайте на Сынов Божих, что вы знаете? В Библии шукаете на инших границах? Пошукайте у Библии и в инших границах. И пошукайте шатана. Что это за персонаж и что это за персонаж тут? Это Библийный персонаж. Паза Библии вы его не знаете. Али, что вы это такое и кто эти? Кто он такие? Сатана, да? Ну, по-гебрайски сатан. Возди шайтан. Нет. По-арабски шайтан. Это то и самое. Шайтана пошукайте так само, что это за персонаж. Али, поглядите, поглядите я в новом заповеде, в новом заповеде уже будет зусим новой ипостаси. Як зреште, вот, коли вы шайтана сгадываете, что это за феномен? Что это за феномен? Другое. Это сам шатан. Может, это шатан нет. И третье? В следующем категории. И третье? Сумнел. Третье. Як увязать шатана с сынами Божими? Потому что он выразно зароснулся. Сумнел. А тут есть все дома. В этом же тексте рога, что строгается. А кто-то керога? Прихие керога. Это не в этом тексте. Почему из этого шатана должны страдать люди? Почему из этого шатана должны страдать люди? Какая совесть между шатаном и Богом? Скажем так. Вот это вот. Как вы увязываете сынов Божих и шатан? Значит, какая совесть у шатана с Богом? Значит, конкретные три питания. Вот это три питания. Это важное питание, когда мы с вами разберем, тогда мы сможем с чистым сумлением читать поэму. Или нам спачатку требовалось с этими прямыми питаниями дать. Чему это важно верьме? Чему верьме важны сыны Божии? Сыны Божии концептуально разбивают один наговор. Я кипот и вручить сдали поэме. Значит, что это такое? Можно мне просто скажу? Тогда получается, что в понятии Бог это вот именно тот, который создал Творца Светлого Мира и появился шатан. Поглядите текст. Это вы зараз продумываете. Я спрашиваю. Не, не, не. Почитайте. Значит, вот, почитайте. Зарабите просто, зарабите вот это выселок. Доследуйте сынов Божих, доследуйте шатана и приведите разом шатана, да, сынов Божих. Уже в этом тексте. Я кайя сумесками с шатаном и Богом. В каком тексте поискать вообще-то? Только вот здесь или в первом тексте с Богом? Нет. Нет. Не только в Евгии. Пойдите по Библии. Сыны Божии в некольких разов возникают. В пример про Божию Псальмах возникают в неоднеразовом. Пошукайтесь, найдите. Потому что я не хочу вам давать все подказки с посылки. Это будет замечательно. Вы можете знайсти, коли я вам дам с посылки, то вы будете ести только по моих посылках. А коли я вам не дам с посылки, вы можете выбрысти на что-то иншее. Что растекает. Тому вы придаете туда, куда вы выбрыдете. Да? Вот это вот три связанные по между собой питанье, коли ласка разглядите. Скажите, пожалуйста. Звернул вопрос. Что же эта история починается с того, что шатан, скажем Богу, что не такие хорошие описанные головные герои, как думаешь. Значит, это быстро на порвовании починается. Олег, по другой главе, улучшить, Бог да, что она отвертается, ты хотел знищить моего улюбленца. То есть, чему стихи, обычно, начиная с разговора про некое пробование, и тут ровно про знищение. Ну вот разберите. Разберите. Там оно все на месте. Все на месте, и выход так или ласковый. Я вас время прошу, мы встретимся уже после Нового года, и вот мы, как раз, вот с этой, с этой всей прохожусь, все починаем.